Приветствую каждого игрока от общего статиста на моем канале, с вами Заб и у нас начался ивент танкополе, гром и молния. Есть только один нюанс, в этот ивент невозможно зайти и невозможно посмотреть как там бросать кубики, потому что как только вы нажимаете на эту клавишу, игра сразу же берет и вылетает. Но, слава богу, у нас есть мододелы, которые нашли лечение для данной ошибки и вот я поставил себе мод и соответственно могу зайти в ивент. С телефона, кстати, такой проблемы вроде как нет, она есть только с компьютера и если вы хотите решить эту проблему, то есть если у вас тоже игра вылетает, то переходить в телегу, переходить в телегу, давайте я вам покажу. Вот в телеге фикс расписан, это ребята с 4Blitz создали вот этот фикс, вы его скачиваете, устанавливаете туда куда нужно, тут все расписано, даже есть видео инструкция и в целом вопрос закрыт. Ну а теперь давайте переходить к ивенту, то есть если вы все-таки добрались до окна ивента, вы увидите вот это, это называется танкополе и здесь можно соответственно просто бросать кубик и просто проходить вот этот круг, круг за кругом. Для того, чтобы получить 116F3, вы его получаете как только пройдете 20 кругов. В целом 20 кругов звучит не так уж страшно, здесь всего 12 шагов на каждый круг, то есть вам нужно в среднем около 70 кубиков, 6 кубиков у нас уже есть, но остальные кубики придется получать в рандоме. Как получать кубики? Кубики можно получить сражаясь с ребятами и уничтожая их, причем можно даже в режиме играть, там тоже уничтожение засчитывается. Уничтожение, что я подразумеваю под этим словом? Я подразумеваю под этим словом фраги, то есть каждый фраг приближает вас к новому кубику, за каждые 5 фрагов вы будете получать 1 кубик. Следовательно, исходя из того, что нам нужно 70 кубиков для того, чтобы пройти данный ивент, придется сделать порядка 350 фрагов. И 350 фрагов это достаточно много с учетом того, что все будут охотиться за фрагами. Люди не будут отдавать фраги просто так. Так, безусловно, есть варианты, как пройти ивент мгновенно. Чтобы пройти ивент мгновенно, вы можете взять и докупить себе кубики. Поскольку у меня есть сейчас кубики, я не могу докупать, но я могу вам показать цену этих кубиков. 1 кубик будет стоить 500 золота, 5 кубиков 2 300, 10 кубиков 4 300, ну и 20 кубиков 8 тысяч золота. Безусловно, 20 кубиков будут дешевле всего, ну если пересчитывать на 1 кубик. Но, честно говоря, я бы не советовал, наверное, докупать кубики, если только вы не хотите ивент закрыть вот буквально в первый день. Ну, то есть, просто взять, сесть и закрыть. Да, тогда можно, тогда имеет смысл докупить кубики. Но, опять-таки, зачем, если у вас есть еще 10 дней впереди, если вы все равно будете играть, если вы все равно будете уничтожать какую-то технику? Потому что кубики все равно будут копиться. Нет смысла их копить на будущее, они все равно будут списаны. Поэтому, ребят, если все-таки хотите докупить кубики, то советую делать это в последний день. Да, конечно, хочется потрогать 116 F3, причем достаточно крутой танк, по нему уже ролик вышел. Уже сейчас, уже сегодня, но... Я бы подождал. Я бы на вашем месте подождал, чтобы сэкономить. Здесь, кстати, показывают ролик вступительный и пишут то, что вот, да, 5 фрагов равно 1 кубику. Поэтому, старайтесь делать фраги. Ну, это будут делать все, поэтому стараться будет сложно. Я понимаю, что не для всех данный ивент будет простым, потому что 350 фрагов даже за 10 дней, это по 35 фрагов в день. Поэтому разработчики придумали подкрутки. Вот подкрутки нужно брать сразу. Подкруток 4 штуки. Каждая подкрутка будет улучшать ваши шансы на прохождение ивентов. Давайте я вам расскажу, сколько фрагов придется делать, если вы возьмете подкрутку. Вы уже уловили то, что максимальное количество фрагов без подкруток это 350. Ну, может быть, там чуть больше, в зависимости от того, как вам будет вести с кубиками. Я беру по среднему, то есть около 3,5 за 1 кубик выпадает в среднем. Потому что у нас там есть грани 3 и 4. Вот, средняя между ними это 3,5. Так вот, когда вы берете эту подкрутку, вам нужно уже не 350 фрагов, а где-то 270 фрагов. Если вы возьмете вот эту подкрутку, то вам нужно будет сделать 290 фрагов. Ну, то есть 20 фрагов разница. Далее, десятигранник. С ним чисто теоретически вы будете делать 220 фрагов, то есть уже значительно меньше, чем с счастливым броском или с подкруткой, но все еще достаточно много. Ну и последнее это дубль. Он удваивает количество ваших кубиков, то есть вы бросаете 1 кубик и получается 2 кубика. Причем, кстати, когда вы бросаете 2 кубика, вы получаете 2 награды. И это самое главное, потому что многие ребята решили, что кубики бросаются вместе и вы проходите там условно 12 шагов или 11 шагов. Нет, не так. То есть вы бросаете 2 кубика, на одном 5 выпало, на другом 6. Вы проходите сначала 5 шагов, потом 6 шагов и получаете награды за каждую пройденную клеточку. Ну, клеточку, на которую вы наступили имеется ввиду. И всего с дублем вам нужно будет сделать 175 фрагов, то бишь половину от того количества, которое вы будете делать, если вы не будете брать абсолютно никаких подкруток. Я для себя решил, что на основном аккаунте я раскошелюсь и заплачу 9 тысяч золота за дубль. То есть я буду играть с дублем, мне этого будет достаточно, чтобы пройти на основном аккаунте. Почему я решил так сделать? Потому что у меня есть еще второй аккаунт и на втором аккаунте я буду проходить тоже данный ивент, потому что я хочу забрать танк на двух аккаунтах. И если я буду делать это без подкруток, то 35 фрагов за один день, ну это многовато. А вот по 17 фрагов за один день, это вообще не проблема. Ну, то есть я буду делать по 20 фрагов и я буду проходить ивент на основном аккаунте 100%. А на твинке, наверное, я возьму себе счастливый бросок, чтобы было тоже чуть попроще. Ну, посмотрим, посмотрим. Давайте возьмем дубль прямо сейчас вместе с вами. Да, я понимаю, конечно, что это по идее нелогично тратиться на новый танк, когда его можно получить бесплатно. И, честно говоря, я бы, скорее всего, его проходил бесплатно, если бы у меня был один аккаунт. Но я просто очень хочу получить данную машину на два аккаунта. В конце концов, в крайнем случае, да, я могу его продать за 7,5 тысяч золота, если он вдруг мне резко разонравится. А ради 7,5 тысяч золота девятку отдать, ну, на основном аккаунте, когда у меня там 230 тысяч золота, это для меня не проблема. Судите сами по своему золоту, будете ли вы покупать какую-то подкрутку, будете ли вы покупать какие-то кубики. Вам решать, только вам. Остальное я, скорее всего, пройду без доната, то есть я не буду докидывать ничего, не буду покупать кубики. Скорее всего, закроется ивент вообще без проблем, может быть, даже мы его закроем за эти выходные. Сегодня будет стрим, завтра, послезавтра, и, может быть, даже в понедельник поиграем, и ивент будет закрыт. А потом я просто плотно пересяду на твинка, и на твинке буду уже делать оставшиеся праги. Я для обычных ребят тоже советую брать либо счастливый бросок, либо подкрутку, то есть сильно там уж донатить не нужно. Они, в принципе, сократят количество фрагов, которые вам необходимы, но за фрагами все равно придется охотиться. Ну и в конце, в конце, если вы, допустим, не добрали там несколько кругов, ну, купите себе кубики. Купите кубики и доберите эти круги, потому что даже если вы заплатите двадцатку за этот танк, а в целом его можно купить там тысяч за двадцать восемь золота, то это нормально, потому что эта десятка впервые появилась у нас в игре, это первая, да, а во-вторых, она хорошая, она добротная, то есть ее есть смысл покупать. Если бы тут было какое-то говно, я бы сказал, нет, конечно, никаких денег сюда вкладывать не надо, я бы и на твинке не проходил этот ивент, но здесь есть смысл. Так что, ребят, пробуйте и получайте. Давайте побросаем кубик. В принципе, с получением танка все понятно, то есть нужно просто пройти двадцать кругов и просто делать фраги. Каждые пять фрагов получаете дополнительный кубик. У меня, так как есть дубль, я буду кидать кубик один раз, а мне будут выпадать две каких-то цифры. Вот, видите, я бросил кубик один раз, то есть мне сначала троечка выпала и потом еще троечка. Сейф с танками я получил и сто тысяч кредитов. Сейф с танками, что здесь можно получить? Кстати, давайте пройдемся по наградам, действительно, что-то мы награды-то не рассмотрели. Сертификат на семерку, сертификат на шестерку и сертификат на пятерку. К сожалению, к сожалению, сертификаты в основном дают компенсацию в серебре, но есть некоторые танки, которые будут давать компенсацию в золоте. Правда, их мало? Вот среди пятерок такие машинки есть. Ничего себе, у меня здесь Шермана какого-то нету. Ничего себе! Все, я готов получать Шермана пять. Очередно. Ладно, среди семерочек. Тут тоже, кстати, есть новая для меня машинка Павлак. Еще и М4. Ничего себе! Целых два танка могу получить новеньких для себя. Ну, шансы на их получение, конечно, катастрофически малы. Это, знаете, как иголку в стоге сена искать, когда у вас куча танков, а вы хотите получить только два из них или там тем более один. Но тоже есть танки, которые будут с компенсацией в золоте. Компенсация в золоте, кстати, какая? По 500 золота, да? Вот, по 500 золота за шестерочку. И есть еще семерочки. Семерочки тоже есть коллекционные. Есть очень крутые варианты. Например, тот же Крушитель. Вот это вообще ништяк. То есть люди реально могут получить себе Крушака. И если кто-то получит повторно Крушака, то он получит 2500 золота. Так что шансы на получение золота тоже с этого бустера, так сказать, ну, сейфа, да? Сейфа будем называть его сейфом. Есть. Также могут выпасть вот эти вот части сертификата на восьмерку. Что, скорее всего, и будет падать. Вот мы сейчас прям крутанем эту штуку и посмотрим. Скорее всего, мне выпадут части на восьмерку. Потому что они имеют самый запредельный шанс. То есть 75, 10 и 5 процентов. Безусловно, раз здесь 90 процентов шанса, заныкано, да? То, скорее всего, именно это и выпадет. Так что на фуловые сертификаты я рассчитывать не буду. Но зато это сертификаты на восьмерку. Правда, восьмерки, скорее всего, все премиумные. Так что, ребят, увы и ах, с восьмерок компенсации, наверное, не будет. А, я не могу его открыть. Ладно, потом зайдем к себе в хранилище. Там и заберем. Это стартовая ячейка. Она показана как флажок. Когда вы будете проходить через нее, вы, соответственно, сделаете уже один круг. Но мне не особо повезло. Две тройки выпало. Если бы выпало две шестерки. Четыре. О, это хорошо. Это сразу мы квест какой-то получим. Это интересно. И троечка. Отлично, отлично. Папка с квестами и х3. Есть смысл разобрать папку с квестами. Что же за квесты нас ждут? Здесь есть восемь приказов с различными наградами. Выпадают они с одинаковым шансом. Так что, без понятия, какое дело мне выпадет. Я его сейчас открывать не буду. Потому что там дается всего час для того, чтобы его выполнить. А я хочу это выполнять уже на стриме. А не до данный момент. Так что, увы. Здесь можно получить либо 100 тысяч кредитов, либо вот такой вот атрибут ангара. Атрибут ангара падает с достаточно низким шансом. Поэтому, если вам выпадет этот приказ, советую все-таки атрибут забрать. Ну, понятное дело, атрибут будет поценнее. Дальше. Либо х5, либо фон профиль. Безусловно, фон профиля, на мой взгляд, будет ценнее. Даже если я второй раз получу данный приказ, я все равно буду целиться в фон профиля. Опять-таки, время выполнения час. И нужно сделать 18,5 тысяч урона. 18,5 тысяч урона, ну, в принципе, это не сложно. На десяточках за час в легкую сделать. А первый какой был? 5 знаков классности третьей степени. Ну, тоже за час делать, по сути, 5 побед. Я думаю, справятся люди. Далее у нас 6,5 тысяч боевого опыта. Вот боевой опыт, это не всегда легко. Но, в целом, тут и награды будут поинтереснее. Тут уже можно повыбирать. Допустим, первый раз взять, естественно, фон профиля. А второй раз уже целится 5000 свобод. Следующий. Сыграть 10 боев. Тоже без проблем. Здесь у нас уже камуфляжик дают. Отлично. Причем камуфляжик это обычно. Дальше. Одержать 6 побед. Ну, тут уже надо попотеть. 6 побед, это уже не 5 побед. Тоже камуфляжик гром и молния получаете. Либо другую награду. Хорошо. Уничтожить 10 танков противника. Вот здесь нужно будет конкретно попотеть. Потому что все будут охотиться за фрагами. И за час делать данный квест будет сложно. Вот этот квест будет сделать уже действительно сложно. Тут 3 победы подряд нужно будет одержать. А это будет, ну, совсем нелегко. Но и награды соответствующие. То есть, здесь 1000 свободки, либо камуфляж. Здесь я бы, наверное, взял больше свобод. Потому что камуфляжи меня не особо интересуют. И последнее. Одержать победу и выжить в 4 боях. Тоже можно получить аватарку, либо икс трешки. Ну, тут аватарка, наверное, будет в приоритете. В конце концов, можно менять ее на осколки. Потому что икс трешки меня не интересуют. Но если кто-то прокачивается, то ему могут быть интересны икс трешки. Давайте сразу остальные награды посмотрим. То есть, ящик с золотом. Здесь у нас есть золото. От 50 до 10 тысяч золота. Но самое вкусное начинается от 1000 до 10 тысяч. А здесь шансы 2,5, 1% и 0,5%. То есть, скорее всего, сюда будут попадать единицы людей. А в основном мы будем получать по 50, по 75, по 100 единиц золота. За каждое попадание на этот сейф. Может быть, сегодня попадем. Вот если я сейчас покручу еще 4 кубика. И последнее. Последнее. Это коробка с кастомизацией. Здесь всякая кастомуха, которую вы можете получать в тех же приказах. Но если вы получите ее отсюда, то можно выбить, допустим, тот же пак реакций. Которого больше нигде нет. Можно выбить легендарный камуфляж на 116 F3. Я очень хочу получить этот камуфляж. Потому что с этим камуфляжем танк перекрашивается из 116 F3 в майор гром. И майор гром, мне кажется, звучит гораздо благозвучней, нежели 116 F3. Ну, как-то 116 F3 вообще блекло. Я не знаю. Очень странное название у танка. Хотя, что я жалуюсь. Ребята раньше думали, что нужно будет точно покупать кучу подкруток для того, чтобы пройти данный ивент. Но, поверьте, необходимости в этом абсолютно никакой нет. Слушайте, ну тут, конечно, количество иксов, которые будут выпадать. И вот эти всякие бустеры. Ну, приятно. Приятно, что вот такой вот своеобразный ивент. Что вот дают кучу наград интересных. Два. Блин, я так надеялся на три. Думал, сейчас выпадем. Сюда хотя бы. Ну, ладно. У меня есть еще шанс. Еще круг сейчас пройду. И будет еще один шанс попасть именно сюда. Кстати, если бы единичка выпала, то же попал бы. Давай, на золото. На золото. На золото. И сразу сюда. То есть мне надо раз, два, три, четыре. Нет. Он сразу пятерку бахнет. Ну, троечку. Троечку давай. И опять пятерку. То есть проходим мы достаточно быстро. Зато сейф с танками пару раз получили. В общем, будете попадать вот на эти ячейки постепенно. Если вы убираете, кстати, у себя один и два, то вы лишаете себя шанса пройти на одну клеточку. С одной стороны, это хорошо. Вы быстрее добрируетесь до танка. А с другой стороны, имейте в виду, вот эти награды будут обходить вас стороной, когда вы будете пробегать такими большими шагами. Так что у всего есть свои плюсы и минусы. Но вот двойной кубик, дубль, да, он ничего не меняет. То есть у вас просто получается два кубика вместо одного. Вы, по сути, ускоряете свой процесс прохождения в два раза. Я считаю, что вполне неплохо. Сколько, кстати, мы кругов прошли? Ну, давайте сейчас посмотрим. Три круга мы уже прошли. Вот мы уже на четвертом круге. То есть идет вполне себе бодро. И это всего за шесть кубиков. Окей. Давайте заценим, что же нам там выпало. Ну, опять-таки, папка с квестами. Оставлю ее на стрим. Приходите на стрим. Там покатаем. Там все сделаем. А здесь посмотрим, какие сертификаты или части сертификата будут падать. Боже, эти контейнеры, это прям нечто. Так, мне выпала часть сертификата. Посмотрим, сколько частей сертификата нужно на новый танк. По-моему, там нужно три части сертификата, чтобы получить восьмерку. Да, мне просто по одной части сертификата. Но это 75% шанс. Поэтому я не удивлен, что мне именно части сертификата падали. А куда они падали? Где они? Где они лежат? Непонятно. То есть, я думал, что они будут где-то здесь. А здесь их чего-то нет. Ну, ладно. Логично, что это сертификаты. Значит, они должны быть здесь. В папке с сертификатами. А, вот они. Вот. Все-таки нашел. Смотрите, сколько нам нужно. Каждые пять объединяются в один. Все понятно. То есть, пять штук нам нужно объединить. И тогда можно будет нажать. Используй. Ой, елы-палы. Обменял часть сертификата на 20 тысяч свободного опыта. А вот этого я не знал. Кстати, 20 тысяч свободного опыта. Слушайте, а это для меня интереснее, нежели получать вот эти танки. Да, ребят. Наверное, это, кстати, выход для тех, у кого есть танки все. Ну, просто у меня реально практически все эти машины есть. Там, может быть, какой-то одной нету. Или двух. По-моему, у меня нету. Знаете, кого? У меня нету... Канонин Ягдпанзера. Он наверняка здесь есть. Да, Канонин Ягдпанзера нету. И еще кого-то у меня там нету. Ну, то есть, двух машин, по-моему, у меня нет. Но шанс на ее получение вот из этого сертификата, они крайне малы. А компенсация будет в серебре 99%. Так что, можно использовать для обмена на свободный опыт. 20 тысяч свободного опыта. Ну, вообще шикарно. Мне кажется, это достоин. 20 тысяч свободки, это, в конце концов, не серо. То есть, если я 5 сертификатов поменяю, это будет 100 тысяч свободки. Что мне важнее? 100 тысяч свободки или полторы миллиона серебра? Ха-ха-ха. По-моему, выбор очевиден. Если у вас тоже много танков 8 уровня, и если вам не нужны эти сертификаты, которые вы будете здесь получать, меняйте на свободку, ребят. Мой вам совет. Ну, реально прикольная тема. Жалко, что вот они этого не прописали. Могли бы и прописать, что сертификаты, оказывается, можно менять на свободку. Интересно, а сертификаты, если полноценные выпадут, их тоже можно менять на что-то? Ну, непонятненько. Вот разработчики упущения. Нужно писать всё. Ну, и в целом, ивент будет проходиться достаточно легко в плане самой механики прохождения. Но вот, получать фраги будет действительно сложно. Это будет вызовом практически для каждого игрока. Но самые лютые задроты, могу вам сказать, что они за первые 5 дней уже ивент закроют. Либо докупят кубики, либо купят кучу подкруток, либо просто набьют много фрагов. Так что, потом, через 5 дней где-то, станет играть чуть-чуть полегче. Ну, то есть, фраги крысить чуть-чуть полегче. Но в последний день, как всегда, у всех пригорит жопа. И в последний день тоже будет полный трындец. То есть, люди будут пытаться там чего-то себе налутать этих фрагов. Это будет вот 100%. О, сейчас опять что-то вытянет. Ну-ка, давай, порадуй меня. Что ты там мне вытянешь? В прошлый раз была клешня. Что, каждый-каждый день будем вытягивать что-то? Ну-ка, давай-ка. А, ракета. Ну, ракета, ладно. Полетела. Неплохо, неплохо. Так, и еще один маленький нюанс. Я вспомнил, что у меня здесь как раз есть сертификат на восьмерку. Вот. Точно так же, скорее всего, будет выглядеть тот сертификат, который вы будете получать. Ну, 99%, что он будет такой же. Так что, компенсация, скорее всего, будет именно полтора миллиона кредитов. Вот у меня почти все танки есть. Я не вижу смысла получать этот сертификат. Поэтому я буду обменивать все на свободу. А вы решайте уже сами. Ну, и, пожалуй, на этом все. Поставьте свой лайк под этим видео. Особенно, если оно помогло вам разобраться в том, сколько вам нужно играть и какие подкопки нужно покупать. Так же, подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Ну, это вообще странно. Обязательно нужно подписаться. Ну, и спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok